всем привет это ильин сергей он же сирене из гатчины эта игра называется scp lab red vr игра 2023 точнее vr порт 2023 а так игре уже несколько лет как и есть игра по вселенной scp как она там расшифровывается secure contain protect про одноименную организацию которая занимается аномальными явлениями опасными для человечества изолирует эти экспонаты образцы аномалии в тюрьму под контроль под наблюдение делает так чтобы угрозы они не представляли изучает их уничтожает время от времени если удается уничтожить в общем это хоррор по типу найти выход из лабиринта сбежать из тюрьмы играем мы здесь за заключенного приговоренного к смерти который работает на эту scp точнее я заключил контракт с этой организацией чтобы на нем проводили какие-то исследования и это дает возможность ему избежать приговора и выйти на свободу если удастся выжить я эту игру запускал посмотрел самое начало не знаю удастся ли и пройти мне до конца потому что это к тому же не только хоррор а еще и рогалик то есть при переигрывании все коридоры все комнаты все задачки перетасовываются что довольно таки проблематично так по создателям некие без bro games сделали кто такие не знаю три разработчика всего специальное спасибо тестеры тестеры километры вниз уходят строчек текста тестеров а нет там 3d аниматоры звук нет не три человека больше но это меня сейчас мало интересует возвращаюсь главное меню можно играть по мультиплееру несколько игроков опции я играю гарнитуре окулус про с локальным затемнением пройти игру до конца как я говорил задачи не ставлю так посмотреть папа попытаться посбежать потому что может быть сложно могут возникнуть сложности направление голова тип поворота плавный разворот зачем мне плавный разворот угол на какой угол наверное это не так важно скорость плавного разворота посерединке плавное воспроизведение для записи стрима мгновенная смерть а нет иммерсивная смерть может вызывать головокружение у меня и включено поскольку я не подвержен вести бюляркой все хорошо настройки графики я не знаю может это перекочевали из 2d версии потому что разрешение в квесте про совсем другое даже если брать разрешение на глаз высокое качество теней фонарика что такое призагрузить а с это я не знаю есть еще вторая страница тоже страшные для меня слова аудио другое показывать подсказки использовать онлайн какой-то 294 так я выбираю single player new game и здесь предлагается выбрать уровень сложности видимо это имя игрока которое можно редактировать фиг знает как это работает да бог с ним в общем уровень сложности безопасная можно сохраниться в любой момент евклид можно сохраняться только специально отведенных территориях кетер если умирается игра заканчивается наполеон это какая-то катастрофа бешеная я пробовал играть на вот этом но переигрывать сам в начало как-то не особо хотелось поэтому это не легкий уровень сложности сейф это уровень сложности точно такой же просто можно выгружаться в любой момент поэтому я выберу сейф и я выберу галку проиграть вступление и нажимаю на плей так я сейчас сижу возможно потребуется встать потому что я игру запускал неделю назад и уже не помню стоя в нее следует играть или сидя сейчас вспомню лодинг ой это значит надо встать я заключенный вот какая-то мне странная походка но тем не менее это так плавный разворот а кстати надо посмотреть по задержке виртуал-дисктопе задержкой все хорошо 37 миллисекунд так как здесь это делается зовут меня до 93 41 до смертный приговор это типа кан контракт есть для меня работа будь добр выйди из камеры я пробовал побычиться не выходить меня расстреляли так что лучше выйти следуй за нами так надо попривыкнуть здесь есть датчики утомляемость когда бежишь и вот хоба моргнул здесь есть такая фишка как моргание зачем моргание скоро будет понятно зачем смертный мы вот мы логин в вот лэп это со это это боряне это м с анимациями все здесь очень печально говорят о том смотрел какой-нибудь фильм недавно нет говорит я читаю книги в основном какой жанр я люблю хорроры а он ему у тебя работа по фактически хоррор что-то как-то не перебор ли хорроров вообще он сказал фантастика ему нравится он говорит да это типа и хоррор но к сожалению это не фантастика то что происходит здесь на этой работе совсем тут палитра блеклая фактически черно-белая игра он везут ведут еще одного зэка что с моей рукой усталось ну чувак ну претензий все равно быть не может игра ведь бесплатная поэтому багов тут хватает особенно когда перестраиваются уровне после смерти порой такая дичь происходит мне сбежать не удалось я в не где-то час наиграл прошлый раз видимо в этот раз тоже расстроен что не двинул мне по роже ну да ладно предлагает мне посмотреть на экземпляр 173 постоянно должен контролем содержаться в камере меньше чем три человека не заходим двое обязательно должны поддерживать с ним зрительные контакты не моргать иначе он будет двигаться и может вообще сбежать он не может двигаться если на него прямо смотришь а если моргнешь как вот главный герой моргает то может случиться нехорошее бамс так что по кнопкам сейчас буду вспоминать ну явно есть ускорение на левом грибу завязано на правом есть если на а нажать на правом контроллере инвентаре мы его можем убрать ой это я паре сел как-то очень странно не знаю понадобится ли это можно принудительно моргать сбросив нижний нижнюю шкалу а это у нас а и сохранится ну чуть позже сохранюсь класс объекта евклид вот уже двое зеков меня ждут и вот кровища и стоит он у стены там и заходите втроем как в инструкции написано так усмотреть и не моргать надо было выгрузиться загрузить нет не загрузить черт ну вот чем выпешивает меня эта игра ну зачем так делать то ну ну безопасно интро не проигрывать не проигрывать безопасное безопасное сказал играть если интро опустить то я должен появиться вот прямо в камере наверное потому что интро считается вот эта прогулка по коридорам организации ну вот да собственно я каким-то чудом выжил это вот уже трупаки ой нет физика присутствует довольно таки неплохая зачем-то можно тела таскать не знаю понадобится это да игра очень темная мало того что черно-белая почти она еще темная вот двое пытаются выжить не смотреть в глаза так здесь есть фонарик фонарик иди сюда встаем можно перекладывать из руки в руку это дверь теперь открыта можно спуститься здесь заперта обычно я очень долго привыкаю к игре и хорошей практика того что сначала перед тем как стримить нужно провести в игре часик более-менее освоиться чтобы привыкнуть графики к движению с настройками поиграться чтоб ничего не лагало а потом уж только на публику это дело стримить так вот эта часть игры она не меняется а вот начиная с этой двери все каждый раз по-разному поэтому так я сделаю сохранится видимо я уже сохранился таким образом и возвращаюсь в игру фонарик можно подобрать с пола как-нибудь его ловко в руку положить и здесь вот может быть по-разному может быть закрыты двери может быть может быть коридор может комната может задачка может задачка такая которую я уже встречал похожую может новая здесь в общем требуется ключ карта в моей конфигурации которая сейчас сформировалась я вижу что она открыта но физики нету это лифт не знаю куда он меня ведет здесь если на лифте не ехать а попытаться на этом этаже посмотреть световые тестирование здесь карта в общем развилки развилки примерно одинаковые похожие друг на друга очень сильно дверь 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 он там стоит отходим отходим и не факт что он там по-прежнему стоит если пойти посмотреть блять ну чё уж хорошо что выгрузился и выгрузка она сохранила конфигурацию то есть я ведь переигрываю по сути не с самого начала почему-то он уже здесь теперь стоит нужно закрыть дверь то есть он совершенно в неожиданных местах может появляться как с ним бороться а где мой фонарик так в инвентаре нету вот это пипец и свернул на шею ну че мне с тобой делать так фонарик вот он на месте где я появляюсь где оживаю блин как неудачно то тут помираю и помираю помираю че же сделать можно как вариант это подождать пока он ему надоест стоять в стену пялиться можно сбросить миганье моргнуть а вот его уже и нету тут как повезет лифт дверь можно выгрузиться чтобы очень быстро выгрузка работает я надеюсь что я выгрузился куда я в прошлый раз прямо пошел попробую сюда пойти карта хранилище это лифт это лифт так карта первого уровня можно ее положить в инвентаре немного по кнопкам я путаюсь все еще он не мертвый по идее мертвый и то есть это лифт номер два и карта первого уровня на дверях на которые я встречал не написано какого уровня у них там код доступа опасность опасность активные тесла ворота вот так это проходится сначала помирал не понимал как так блин еще одни что ли еще на какую-то развилку вышел карты карты конечно нету но третий уровень нужен у меня недостаточно так я вышел отсюда пробуем это и это ну ну тут можно бумажки не трогать не буду я здесь переводить все эти текста особо смысла не вижу в этом ну а здесь есть ли первый уровень применить и тут тоже третий требуется да там череп череп который нельзя трогать заперт под третьим уровнем это маска пусть будет может пригодится коридоры 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 это тот лифт который или это другой лифт вот тут хрен поймешь на самом деле вроде другой то здесь потому что я не проходил мы здесь чтобы вас защитить ну поскольку я игру не прохожу не ставлю целью пройти записки я не читаю не перевожу слишком большой объем текста лифт еще один лифт гул какой то сейчас я думаю может приедет может нет не понял а вот этого я не встречал вот этой хреньки ну что то что то что то не хорошее может быть так может быть он выпускает какие то газы а вот доигрался блин я кажется не не выгрузился совсем не понял как будто маска осталась перед глазами перед глазами мутно как будто я в этой маске антигазовой как будто фильтр наложен какой то ну вот очередной глюк случился и игра запомнила что я был в маске а маску мне не предоставила и возможности ее снять опять же нету а и поэтому приходится играть в такой мути предлагаю себе сделать квит до меню и начать заново дать последний шанс последний шанс этой игре значит интер не играть сейф плей мне больше нравится в играх когда проработан дизайн когда есть сюжет когда достойное и музыкальное сопровождение по графике интересное а здесь же ну дженерик эскейп такой х к тому же еще и рогалик и 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 а и и у э коридор коридор всего так раз уж начал левую сторону обшаривать то пусть будет левая что у нас здесь полезное есть что карта первого уровня нашел ее в другом месте нежели в прошлый раз хэви контейнмент зон а вот этот товарищ вы танцовывает медведь мини медведь с бабочкой который меня завалил в прошлый раз так он тут заперт и отпирать его наверное не стоит ведь я прикольно танцует кстати даже неплохо сделано фонарик а можно его включать выключать нет тут можно какую-нибудь карту приложить скорее всего это нельзя нам пробуем ошибка ну пусть он здесь содержится этого танцовывает за решеткой я пришел отсюда это звуки стрёмные пицца дня здесь тесла но здесь комната с черепом смотрю может что полезное найду для себя маска иди в инвентурия попытаюсь может теперь карты первого уровня здесь получится по-прежнему третьего требуется какие-то комнаты вот они уже заранее заготовлены и они вот перетасовываются все между собой осторожно так осторожно сейф какая-то кнопка в стене а видимо она открывает эту дверь поскольку у самой этой двери кнопки нету здесь закрылась лифт вот эта комната знакомая точнее она знакомые мне по предыдущему попытки пройти по предыдущей лаве 3 3 3 комната наблюдения что-то я уже не понимаю вот это похоже на комнату с которой я начинал но все по-другому ах ты блинский нифига не видно видно что дверь видно что не открытие черт очень темно короче не знаю возможно это этот момент не не пройти уже раз я сюда сюда вошел а возможно если какую-нибудь зажигалку надо найти поджечь вот ту сигнализацию в общем как бы там ни было переигрывать лот гейм я значит перед осторожно но зашел где фонарик небось на полу остался а правда фонарик фонарик посеялся отлично и теперь мне его фонарик 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 прожить ну допустим еще раз или назад лучше или загрузиться что в надежде что будет фонарик в этот раз игра меня пожалеет и предоставит его нифига не жалеет она меня не знаю а вон он в том углу ты маску взял так я вышел отсюда и там вроде тесла молния так стоишь ну стой стой там исчез да твою ж налево его же не было ну он же исчез ну какого хрена вообще так завернуться чтобы взять его правильно что он часто на меня стал нападать совсем не это дело не нравится теперь кнопка не жмется ну допустим на лифте ну хорошо потемки потемки я даже примерно представляю что здесь происходит труба вот тут сидит такой монстрюга короче я его видел когда в прошлый раз пытался играть но он не нападает я конечно не пробовал подходить впритык как сейчас но сейчас может удастся проскальзнуть мимо незамеченным зубастый а там еще один впереди интересно смотрит прямо на меня в упор ему пофиг кажется но провоцировать совсем подходить вплотную как-то не хотелось бы и этот не напал зачем столько зубов спрашивается если не используешь их по назначению и я куда пришел тот же самый лифт на котором приехал скорее всего да наверное в этих потемках надо было найти дверь открывающуюся моей картой которая у меня в инвентаре что-то такое мне помнится по предыдущие попытки играть в эту игру что там где эти монстрики сидят и дышат там дверь на которой написано что требуется третий уровень доступа опять развилка точнее скорее всего я уже был на ней но я уже совершенно забыл какая дверь куда ведет здесь газ напускается нет спасибо не хочу в общем я так понял что не хочу продолжать больше играть в этот си пилой бред как там задушила меня игра своим однообразием не вот этим генерируем генерированием уровней которые иногда удачно сгенерироваться иногда халтурно откровенно бесконечными смертями а возможно кстати сюда заманить надо монстра и чтобы он задохнулся вот вот ты вот ты чтоб задохнулся короче такая была попытка прохождения надеюсь кому то был полезен это был ильин сергей он же сиреней из гатчины ставьте лайки подписывайтесь смотрите другие мои видео всем пока 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 пока